Святая святых – музей истории города-курорта Сочи. Так его работники называют отдел фондов. Вот этот зал больше похож на обычную комнату. Правда, мебель здесь не самая обычная. Это иранский восточный мебельный гарнитур конца 19 века. Ручная работа. Основа орех, ценный перламутр в качестве украшения. В послевоенное время эта мебель стояла на даче заслуженного врача-невропатолога Степана Корчакяна. После его смерти решением сочинского горосполкома иранский гарнитур передали в фонды музея. У Корчакяна не оказалась наследников. В гарнитуре 30 предметов. Стол, стулья, буфет и вот такая ширма. Ее использовали для молитв и исповеди. Также мы видим детали декора. Это пластинки деревянные с нанесенными видишками с кораном. Они помещены и на мебель, и на стулья. Еще один зал фонда хранилища. Так, например, могла выглядеть одна из комнат купеческой семьи конца 19-го – начала 20-го века. Массивная мебель ручной работы с искусно выполненной резьбой. Здесь же хранится письменный стол победителя сочинской малярии Сергея Соколова. А так выглядело спальное место более ста лет назад. Возле кровати часто ставили массивный сундук. Покрытый периной он превращался в детскую кровать. А еще в таких хранили одежду. Это свадебное платье жительницы города Сочи начала 20-го века. Вот такое нарядное платье. Эти два зала – только лишь небольшая часть фонда хранилища музея истории. Всего же фонды насчитывают более ста тысяч предметов. У нас предметы очень разные. И самый древний предмет, он относится к эпохе палеолита. То есть это предметы материальной культуры первобытных людей. Это предметы быта средневековой эпохи. Это предметы, отражающие культуру 19-го столетия и, конечно же, 20-го века. Чаще всего в фонды музея предметы попадают из рук простых сочинцев. Другие музеи для своей коллекции приобретают. В их числе вот такой кольт. Такие изготавливались балканскими мастерами. Этот пистолет, говорят, в музее мог участвовать в русско-турецкой войне. Большая ценность для коллекции. Такая вещь, конечно, является реалитетом. Она представляет большую ценность, потому что является и красивым образцом оружия того времени, и вообще престижно иметь в нашей коллекции предмет такого уровня. Экспонаты, которые хранятся в фондах, не попадают на стенды музея по разным причинам. Одни слишком массивны, другие еще не прошли всех проверочных процедур, поэтому недоступны для широкой аудитории. А для нашей съемочной группы сделали исключение. А еще в музее не исключают, что в честь предстоящей важной даты летом музею исполнится 95 лет. Возможно, двери этой тайной комнаты откроют для всех сочинцев.